Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосики. Ставьте лайкос авансом прямо сейчас, кому несложно. И мы начинаем. Я начинаю этот видос сегодня с моего бокса, в котором идет ремонт. Также идет ремонт. И у нас сегодня событие небольшое. Мы тестово загнали Лавра вот сюда во второй бокс. Он отлично поместился. Реально прикольно смотрится и света хватает вполне. Просто его там на самом деле во дворе негде было ставить, и поэтому мы загнали его сюда. Реально еще остается достаточно много пространства, чтобы тут ходить. Здесь по планам вообще ничего не будет, даже каких-то полок. Не знаю, возможно потом эти планы поменяются, как обычно. Но пока очень даже просторно тут. Дверь можно спокойно открыть. Вот. С этой стороны так вообще. Спокойно-спокойно открывается дверь. Ну вот здесь у нас стоит вот такой аппарат. Мне его Якут в аренду дал. Я его привез на фаркопе. Это прицеп. Это компрессор с отбойным молотком. Вот отбойный молоток. Мы здесь будем долбить пол, чтобы подготовить под подъемник все, что надо. Здесь надо будет залить бетон. Как раз под подъемник. И сейчас идут замеры. Подъемника еще нет самого. Но сейчас идут замеры. Мы тут померили у ребят в бустах подъемник. Где он вообще будет стоять? Его надо делать ровным относительно въезда. Именно не гаража, а въезда. Чтобы ровно заезжаешь без всяких там вот этих тем. И сразу машину можно будет поднимать на подъемнике. Вот примерно тут наметили. Еще как. Еще парни размечают. Такая тема тут. Ремонт, короче, идет. Я надеюсь, уже завтра получится купить подъемник. Во всяком случае, его точно надо покупать. Чтобы уже все отметить, наметить. Раздолбить ровно пол, где надо. Залить пол и поставить подъемник. Так, я тут привез бувшку, которая накопилась у меня в бустах. Она будет, естественно, вся откатана. Сейчас загружу ее в гараж. Из гаражей возьму запчасти на сливу. Сегодня днем слива уехала в 125-й стайл. Как мне Даня и обещал, после того, как я ее ударил, он сказал, через 2,5 недели примерно, Серега, сможем тебя взять и восстановить сливу. У нас сейчас задача восстановить сливу к цунами-пикнику. Цунами-пикник у нас 20-го числа. Он, кстати, перенес с Игоры на место в Петербурге, в морском порту на Ваське. Поэтому, в принципе, Игоры, конечно, атмосферное место, крутое. Но здесь зато будет в черте города. Я надеюсь, также будет дрифт и все такое. Поэтому не менее атмосферно будет проходить цунами-пикник. Да, и наша задача подготовить сливу к цунами-пикнику к 20-му числу. Я надеюсь, мы успеем. Сейчас я от нее буду брать запчасти и везти их 125-й. Слива уже там. Ее привезли на эвакуаторе днем. Ребята, я вижу, большое количество людей воспользовались моим подгоном по заработку. Вижу ваше сообщение, все читаю. Рад, что стратегия вам зашла и уже многие стали зарабатывать. А кто еще не смотрел, переходите, смотрите и пользуйтесь, пока работает. Кликайте прямо сюда, либо переходите по ссылке в описании, смотрите ролик и начинайте зарабатывать по 10к в день без вложений. Так, резина припаркована. И вот мои запасы. Я, благо, подготовился заранее. У меня есть запасные пороги и запасной задний бампер на сливу. Поэтому я его сейчас забираю и везу в 125-й. Собрал комплект. Как всегда, наши стоковые стопы, чтобы выставлять заднюю часть автомобиля. Задний бампер, крышка багажника. Она у меня была, ее никто не покупал за 7 тысяч, что ли, или за 10. И вот она пригодилась. Хорошо, что я ее не продал. И вот эти механизмы открывания багажника, они, скорее всего, точно погнулись. Они тоже есть. Спрос сливы, они, естественно, там не пригодятся. Доехал я до сливы. Она здесь в боксе. Такой тут видок. Вот так вот тут замята. Ну, блок она подвинула хорошенько. Вот сейчас я показываю этот кадр. Ну, с коптера видно особенно, как блок просто отлетает. Вы представляете, сколько весит этот блок, чтобы его так подвинуть? Кузов здесь крепкий. Ребят, реально кузов крепкий. Если бы кузов был сыромятина, я думаю, это бы все было бы вот где-нибудь здесь. Ну, ничего, сливу подвосстановят. В любом случае, сделают все окей. Я даже не сомневаюсь. Также косметический ремонт сделаем вот этих арок. Пороги покрасим, чтобы вот это все было по красоте. Ну, задняя крышка, сказали, уже все. Восстановлению не подлежит особо. Спойлер тоже. Спойлер, благо, киткаты. Спасибо им огромное. Вот на них ссылка. Киткаты подготовили новый спойлер. Вот он, спойлер. Вроде как такой же. Ну, и крылья мои будут восстанавливать задние. Они кое-где покоцаны. За сливу я полностью спокоен. Она у 125-х, а эти ребята делают вещи, восстанавливают все, что угодно. Да, это такой крепкий удар по сливе, потому что до этого я мял, конечно, морду, но это был просто телек и как бы это фигня. Но ничего страшного, все равно машина моя, она не на продажу, никуда. И пластиковой жопы там тоже сейчас не будет. Еще ее время не настало. Мы просто восстановим металлическую заднюю часть. Все будет окей, я в этом полностью уверен. Парни все вытянут. Я думаю, к цунами мы успеем. Сейчас самое главное, на самом деле, начать конкурс по Риве. Я думаю, буквально один-два дня, и мы стартанем. Билеты будут по косарю. Я точно решил. Спасибо всем, кто его поддержит, кто впишется. Первым делом, конечно же, я хотел с этих бюджетов купить прицеп, потому что, ну, уже конец лета, я понимаю, постоянно беру прицеп у знакомого. Это не дело. Надо свой прицеп. Возможно, тот прицеп, который я хотел, в идеале вот этот Лориас, не получится его привезти. Я возьму пока временный какой-то вариант, а потом к следующему году уже привезу себе прицеп тот, который я хочу. Этот просто продам, который возьму временный, чтобы быстро сейчас на крайний этап РДС был прицеп. В любом случае, зимой прицеп тоже пригодится, потому что таскать джигу там на соревнованиях, еще что-то. Машины просто перевозить. Это, в принципе, удобно, если у вас есть там свой прицеп. Можно не тратиться на экватор. Отвез, короче, и обратно прицеп на стоянку поставил, и все. Ну и, конечно же, надо вложение с гаража вернуть и заплатить за геттер, потому что там, как бы, деньги уже очень ждут. А я, как бы, их вложил в гараж, в бокс, ну, надо было. Такой вариант появился, надо делать. Либо я бы остался так же без бокса, без гаража. Сейчас у нас, видите, уже получается реально крутой бокс, за который не будет стыдно. Еще надо к зиме отопление вот туда сделать, а то я там замерзну. Но это уже ладно, это уже к зиме попозже. Сейчас главное ремонт доделать в нем. Поэтому спасибо большое, кто примет участие. Всем большущий респект. И Рива достанется одному счастливчику. Ребят, кто бы что ни говорил, всегда думайте своей головой. Это очень-очень важно. Вы это знаете. Ребята, я вернулся в бокс. Мы здесь размечаем, где будет у нас стоять подъемник, чтобы четко сделать стойки. Сейчас еще созвонились с Серегой Бус Моторс. Он нас проконсультировал, потому что он профи в этом деле. Не раз стоял подъемник в боксе. Я-то вообще новичок. Здесь самое главное сделать ровный заезд, чтобы с ворот заезжать прямо и сразу машина была на подъемнике. Как я уже говорил. Поэтому здесь мы стойку смещаем максимально к лестнице. Разметили, где будет новая лестница. Стойка будет где-то вот тут вот. И здесь тоже отмерили, сколько подъемники обычно бывают. Они все там одинаковые, плюс-минус. Вторая стойка будет здесь. Прикинули сейчас по тачке, как она будет подниматься, чтобы вот здесь был нормальный зазор. И вот тут был тоже нормальный зазор. Но здесь мы ее сейчас подвинули уже. Но здесь все отметили. Короче, здесь, чтобы она не уперлась сюда. По нише у нас тоже все размечено, чтобы машина максимально поднималась вверх и ничего не мешало. Балку эту спилят просто чуть попозже. Потому что всегда кто-то спрашивает про балку. И она не несущая здесь. Здесь ничего не развалится. Она приделана вот там и совсем чуть-чуть вот тут. Все, она не уходит туда, вовнутрь. Здесь, получается, стойка подъемника будет где-то вот тут вот находиться. Обходить я буду вот с этой стороны. Там будет верстак. И здесь можно верстак поставить. Если машина на подъемнике, можно будет обходить с этой стороны. Так как здесь стойка будет максимально близко к лестнице. Лестница немного сместится вперед. Ну, конечно, здесь будет неудобно обходить. Так, в целом, в этом боксе места, естественно, еще больше, чем в том. Вообще, спокойно открываются двери. Здесь вообще очень много места. Ну, так вот это выглядит. Уже вид имеет, скажите. Уже что-то прослеживается такое. Не то, что было раньше. Помните, что здесь было раньше? Открасно с этого ракурса. Это была лють, реально, с самого начала. Сейчас уже неплохо. Свет мне нравится. Плюс света будет больше. Он будет еще здесь. Будет еще по бокам. Короче, вот то, что надо. Бокс получается очень уютный. Мне здесь еще прислали ребята знакомые кресла. Они занимаются мебелью. Такой в современном стиле, футуристичном даже. Причем мне пишет, ну, знакомый говорит, Серег, давай тебе зашлем кресло в бокс. Я посмотрел на него, говорю, да куда мне такое-то слишком круто. Даже домой мне некуда такое поставить, потому что оно реально крутое. Говорит, давай все равно в бокс. Говорит, ну давай в бокс. Я еще его не видел вживую. Сейчас как раз крошу смотрю. Зацените, что тут уже прослеживается. Это лютый череп такой. Это стиль лютый вообще, охренеть. Ребята, цените. Мы распаковали его. Это просто лютое кресло в виде черепа. Вот, собственно, оно. Я не знаю, оно должно стоять вот там наверху. И я, как такой доктор, зло, поворачиваться сюда и смотреть на своей тачке. Во, нормально. Оно, получается, из пластика сделано. Бусты, сделать лавр к следующему этапу. Ну, нормально, да, такое? Реально крутое кресло. Не знаю, мне кажется, конечно, для гаража, наверное, это слишком. Но раз уж дали для гаража, оно, конечно, здесь будет использоваться по назначению. Где-нибудь, я думаю, наверху реально. Придется здесь сделать чилзону. С музлом, там, не знаю, кальяном гостевым. Как говорил пруф, да, говорит, Серега, где будет зона с кальяном? Я приеду. Я такой, да я кальян не кую. Но, да, надо, походу, на втором этаже, там, если все будет чистенько и аккуратненько, а не как сейчас у меня в моем том гараже все навалено, то можно будет реально сделать там столик. Чай пить, нитропуэр. Да, кресло крутое. На ребят ссылку оставлю. В описании у них там много мебели, на самом деле, все-таки прикольный. Кресло просто лютое. Мне оно так понравилось вообще. Вот эти фоточки я еще сделал для сториз. Реально крутое кресло. Ребятам огромный респект. Они мне еще пришлют второе другого цвета. Бордового. Черное бордовое. Короче, чилзоне, походу, быть. Я думал, у меня не будут чилзоны, но, походу, надо делать чилзону на втором этаже. С чайком, с нитропуэром. Два кресла таких. Блин, это будет круто, реально. Это вообще мебель для квартир, естественно, для домов. Но в мой гараж, я думаю, впишется. Я еще сомневался, думал, брать, не брать. Оно очень круто смотрится. Ладно, сейчас ребята там остались делать пол, долбить его. Надо сделать отверстие метр на метр и уже залить его нормально под подъемник. Ну, соответственно, в глубину. Короче, все процессы запущены. На следующей неделе начнем заниматься лавром, чтобы готовить его к следующим гонкам. Следующие гонки у нас 27-28 августа в Нижнем Новгороде. Соответственно, выехать надо заранее. Надо, чтобы заранее был готов автомобиль. По планам сделать все технические моменты, конечно же, и привести его внешне в порядок. Ну и врываться на мощности на РДС. Трасса там лютая. Она, по-моему, даже быстрее, чем трасса в Москве. Во всем случае, дуги там реально большие. Я там еще не катался. В общем, будет интересно прокатиться по Нижегородскому кольцу. Ребят, на этом наш видос подходит к концу. Спасибо огромное, что вы посмотрели. Всем респект, кто нажал кнопку лайк. Конечно же, подписывайтесь на телегу. Все новости, все самые свежие инфа, разговоры, чат, все у нас там. Поэтому очень жду вас с подписочкой на мои телеги. Ну и с вами был Серега Стилов. Строите тачки, тренируйтесь. И да, ребят, кто еще не заработал, переходите скорее на это видео. И смотрите стратегию заработка по онлайн игре. Уже многие подписчики заработали и зарабатывают. Пока не прикрыли, пользуйтесь. Всем пока.